Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, ну ты слышишь какой звук? Очень плохой звук у микрофона. Я только ради микрофона. Я пока не знаю, ну какое деньги брать. Наверное, что-то компромиссное возьму. Ну, не очень дорогое. Ну, еще как бы не разбирался, но как бы... Ну, вообще, да. Клавиатуру? Да, купил. Разор, Black Widow, Ultimate 2014. Механика. Просто отличнейшая. Очень доволен. Понятно. Ну, перезагружаю комп. Так, ну, вроде запустил. Короче, я не знаю, что это, но... Как только я допройду вторую Камилю, я переустановлю винду. И... Ну, потому что у меня здесь давно-давно какой-то брюк есть. Ну, в общем, сейчас не буду углубляться, да. Но, короче, мне уже очень давно нужно и хочется переустановить винду. Это связано с инсайдер... С инсайдерскими сборками. Этот баг, короче. Ну, теперь уже, как бы, инсайдерский я ставить не буду на основной компьютер. Ну, вот. Как бы... Нужно, короче, будет переустановить. Но, после того, как я допройду вторую Камилю... Почему именно тогда? Ну, не знаю. Ну, как бы, время освободиться. Вот. Не знаю, пропадет ли этот баг, потому что, вроде бы, я слышал, что у других он тоже бывает. Но, по крайней мере, как бы... Один фактор я точно исключу. Да? Из... Из багов. Из глюков. То есть, это точно будет не из-за... винды. Вот. Ну... Проверяем синхронизацию. Раз, два, три. Все, нормально. Так, сейчас еще браузер запущу. Плеер там твича работает, да? Так, на искадвайче, разумеется, упал стрим. Блин. Все, нормально. Ну, ок. Ну, не важно, кто хотел, уже зашел. Ну, он появится сейчас, но не важно, в общем. Так, проверяем управление. Уже заработало, да. Рассуд fighting, Рассуд tonight. Рассуд действительно главный Chamber все, в общем, что-то не заб겠죠! Каналко, барянное фё... по-английому...! Только... Не... Только в что, там... мы pamпли... los... По идее сегодня должны уже допройти этот уровень, этот, ну как, такой полубосс, полууровень, я даже не знаю Но по сути это все-таки на босса не тянет, это уровень такой Типа мы завершаем шестой уровень Последнее испытание шипами Блин, ну сейчас надо, надо распрыгаться Анимация с большого кида Ну Привет, Михаил Не нужно говорить, что в конце И сколько до конца, ничего не нужно такого говорить, привет ферст Анимация с большого кида Анимация с большого кида Анимация с большого кида Да ладно, ну Анимация с большого кида Предки Бош Да, не важно, мне по второму разу норм постароваться, если что Да нормальная анимация кида Вполне Такая живая Единственное, только что он, ну, постоянно улыбается За это, конечно, такое Анимация с большого кида Да Что же я делаю-то Сейчас Большое кида Анимация legal Что Молод WA Умирать так с улыбкой Тоже верно Вот этот твой блеен Этот прыжок, на котором я сейчас умрую Правда, я даже не прыгнул Один из самых неприятных Пока из всех, что я видел здесь На этой пробежке Но так как он, в принципе, почти в начале Да лол, ну че, я слепой что ли? Ну че делаете, ну То как бы простительно За такой прыжок Но если бы он был в конце, то, конечно, была бы печалька Но хотя я еще не видел, что там в конце Может там в конце Что-то еще хуже Ну и дроп гейты, конечно, тоже Неприятные Хотя, когда руки привыкают То начинают уже стабильно Получаться вполне Да ну, блин, диагональка, пожалуйста Посты Но я вот три шопа вот эти на бревне, я перепрыгивал слепую Ну, не пошло Да ну, что ты делаешь-то, ну Так, надо что-то, что-то, что-то надо собраться Глаза устали? За 9 минут? Нет За 9 минут не устали еще Да, блин Стул не очень удобный, конечно, у меня И не сонные, и не устали Насчет показалось, не знаю Ну, птиц Насчет показалось Как-то неловкие какие-то прыжки получаются Да что такое, ну почему я так редко стал проходить Это чало-то Ну как стал? Ну, я имею в виду за сегодня Я сколько, два раза только прошел начало Так скажем Первую часть До лесенки первую часть для меня Субтитры сделал DimaTorzok Ну, блин Вот, пошла вторая часть Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не могу в диагональку впрыгнуть Я просто не могу впрыгнуть в диагональку Уже сколько раз Из-за чего я пока не пойму Я даже в гейт не могу впрыгнуть А знаете, что-то оно само не проходится Приходится напрягаться Даже на тех моментах, которые Уже заучены Вот, типа, начало самого, да Все равно сидишь и... Надо... Ну... Надо микрить Надо микрить Мышечная память Мышечная память Не настолько хорошая Чтобы такие прыжки На автомате проходить Или просто... Ой Скайп вылетел Или просто сегодня Она не работает Мышечная память Да, причем тут непроходимую игру Я же этот момент проходил Много раз И... Нормально Ну, звучит как бы Мне же не нужно учиться Прыгать в диагональке Правильно? Это просто... Это стихийное Само должно пройти Да ладно Ну, че цепи... Ааа Блин, ну это такая глупая смерть Девчонки 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 Фух, на это я очень редко диагональки умирал, не понимаю что это значит пройти место и на нем же умереть Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, далеко не сразу, где-то... Ой, далеко не сразу... Ну, первое... Там было несколько стримов с камерой редких вначале... Ну, там где-то, не помню через сколько... Но на постоянку я только лишь... Только вот последней осенью начал прям, ну, на каждом стриме с вебкой стримить... А, до этого там, ну, типа, да, была камера, но довольно редко, довольно редко... А, вначале вообще, то есть, там, где-то первые стримов... Сто, наверное, вообще не было камеры... А, нормально, об этом отношусь... Ну, я к этому нормально отношусь... И это... Ну... Ну, смотря, о чем ты говоришь... Если ты про сбор безобидной статистики... Ну, то, как бы, нормально отношусь... А если ты про, так называемый... Ну... Сбор, типа, скрытый, там, твоя личная информация, да... Который, типа, неофициальный, да... То, как бы... Я не знаю, есть это или нет... Я лично не могу это технически утверждать, да... Вот... Но если это есть, то это есть... Точно уж не с седьмой... Как минимум, с экспи точно... Ну, я не госслужащий... У меня секретной информации нет на компьютере... И даже нету коммерческой тайны... Пароли мои никуда не уплывут... Также я не веду никакой противозаконной деятельности... Ну, кроме пиратства, но... Как бы... Если бы это как-то парилось и... Были бы какие-то последствия, то это бы уже давно всплыло бы... А раз нет, значит, нет... Ну, то есть, я не вижу для себя каких-то угроз в этом... То есть, что... Ну, то есть, даже если там, не знаю, какой-нибудь ФСБ там или кто-то, да... Будет читать мою там переписку, разговоры, слушать там мои... Не знаю, в скайпе, еще где-то... Ну... Если это ради безопасности, мне, честно говоря, все равно... Я ничего там такого не говорю, чтобы... Потом, не знаю, меня арестовали... А все разговоры типа... Ой, да там... Типа... Знаете... Как это... Ну, типа вот... Надо будет тебя за что-то посадить... И... Начнут типа придираться и там... Формальный повод типа найдут, да... Ну, это такое... Это такое... Ну, в общем... Нет... Я не боюсь сбора данных... Ну, и к тому же данные там... Даже если они отправляются... Вы же понимаете, что они отправляются не в ФСБ, а... В ФБР или куда-то там, да... Ну, короче... Не в Российские... Спецслужбы... Потому что, ну... Понятно, по какой причине, да... Так что, уж тем более, нам-то чего бояться, что... Их спецслужбы... А нас что-то будут знать... Ну, а нас я имею в виду, а рядовых... Граждан... Повторюсь, у меня никаких секретов... Там военной тайны... Или какой-то еще нет... Ну... 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 Я могу говорить... Я не могу говорить... В каких именно апдейт? Нет, я, нет, не засомневался В любом случае, да? В любом случае апдейт Я не собираюсь ковырять систему Что-то из нее выкорчевывать И уж тем более Я не собираюсь пользоваться линуксом Или там Ну, мак-то понятно, то же самое То есть По поводу отравки, не отравки, да? Вот Как бы линуксом я пользоваться не собираюсь Дома Не тот уровень А как бы А виндой, ну Мне нравится виндовс Почему нет? То есть я не вижу причин Себя ограничивать Там Пользоваться устаревшими Какими-то Операционными системами Я имею ввиду старую винду, да? Или Не пользоваться там, не знаю Облачными технологиями, да? Это очень удобно и клево Я не вижу, чтобы это отразилось плохо Не только на мне Но и на других людях То есть Вообще, да? В интернете Так что Я пользуюсь То, чем мне удобно Мне это в жизни помогает Это не только же для игр там, да? Не знаю На просмотров кино Это помогает жизни На работе сильно Я программирую под виндовс Мобильный в том числе Это мне приходит Приносит доход Так что В чем мне жаловаться? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это все 4.5... Все, просто на флюклую. Нормально. Привет, Торич. Привет, Жестов Сирор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин По поводу разгона. Да, занимался. У меня когда был процессор AMD 9550 Ну, Феном Феном F4 9550 У него была базовая частота 2,2 ГГц По-моему По-моему была шина 200 И Множитель 11 Множитель заблокированный, разумеется Вот Самое Максимальное Я бы разгонял до 3,1 ГГц Но только на скриншот Приходилось его на балкон Выставлять Без водяного охлаждения На воздушном охлаждении На воздушном охлаждении Вот А на стабильное На 3 ГГц На 3 ГГц Но сейчас У меня Когда я купил после этого Intel Core i5 И этот Sandy Bridge Я забил на разгон То есть Когда я купил нормальный процессор Которого И без разгона На все хватает Мне как-то стало Ну, все как-то Не так уже интересно разгонять Да К тому же Охлаждения, если честно Нормального нет до сих пор Но Я точно знаю, что я Выжил из своего процессора И Ну Учитывая материнку Мою И память Все что можно Все Просто я Дальше уже На этом именно Конкретно Конфигурация Уже все Дальше невозможно было Просто Ну То есть По крайней мере С этим охлаждением Ну вот именно На этой конфигурации То есть Уже дальше все Тупо никак И На Overclockers.ru В таблице Разгонов Моего процессора Я был Почти в топе Выше Были Только те У кого СВО И Какие-то Материнки Очень крутые Но Между Так же еще у друга Эммм Был процессор Intel Core i7 920 Эта первое поколение Ай-7 Которая на сокете 1366 еще Типа топовый сокет Так вот У него там базовая частота Блин Не помню, не буду врать, не помню Но у него заблокированный множитель И в итоге Мы ему собрали Ну как бы Вместе сидели, собирали, подбирали Водяное охлаждение И Разогнали в итоге До Блин Я помню точно, что 4 точно было гигагерца 4 точно По-моему даже 4.2 было И насколько я знаю Попозже он там еще подоптимизировал Немного И охлаждение И параметры И в итоге у него Даже 4 гигагерца На постоянку стабильные То есть Ни синих экранов смерти Не бывает Ну либо очень редко А, он по-моему БПшник заменил БПшник вроде бы не вытягивал А он его заменил По-моему Ну в общем разгон Это конечно прикольная штука Но Когда у тебя Хорошее железо Которое все тянет Как-то не очень Хочется этим заниматься Что у тебя Так что-то вам не кажется Что я перестал Проходить Да ладно А, у тебя 920 Да ладно Нифига ты мажор Заниженные тайминги Или высокая частота Высокая частота В смысле Ты имеешь ввиду Типа вот эта базовая Которая указывается 930 Да лол Нифига ты Ну Для разгона Если честно Я уже Теорию мог Немного подзабыть Давно все-таки Это было Ну как бы Тайминги Вообще-то да Для разгона Важны сильно Довольно Хотя У меня Не столько Много опыта Чтобы делать Сравнение То есть Грубо говоря У меня не было Такого Чтобы я Сравнивал Разные тайминги Памяти Ну В смысле Плата с разными Таймингами На Одном и том же Процессоре А что важнее Ну как обычно Важно и то и то Надо баланс находить Нельзя разгон Делать С упором На Только на Один параметр Да Нужно Как бы То есть Золотую середину Искать Киловатник Ну я говорю Я У меня Не так Все таки Много опыта Чтобы Чтобы Наверное Такие выводы Делать Как бы Не хочу быть Диванным Экспертом Понимаешь Который Вот Выскажет Какое-то Мнение Даже если Не уверен А я Не уверен Так что Я не буду Отвечать На этот вопрос Редкая Ченнел А Киловатник Ну нормально Не опоздал Не Ну Смысл Ну Стрим Идет 40 минут Но По Прогрессу Не опоздал Не было Пока Никого Прогресса Да Что ж Такое Ну Ну Блин Он должен Уже Пройтись Ну У меня Видюха Шумит Ничего Не Поделаешь Ну Я Лично Сплю Нормально Ну То есть Я же Комп Не Выключаю На ночь Я Сплю Нормально У меня Сон Видимо Хороший Для Меня Это Недостаточно Раздражающий Фактор Чтобы Не Заснуть Вообще Это 57 Градусов Это Очень Холодная Видюха Так Сказал Даже 57 Градусов Как Будто Это Уже Все Можно Яичницу Жарить Продолжение Одн Одн liber Одн 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok HD 3870 Ну топовая В той линейке Так вот Я ее тоже разгонял Ну короче Я ее прогревал до 110 110 градусов По Цельсию И она не сломалась Она не сломалась Ну разумеется Я ее не специально прогревал Вот так вышло До каких часов? Я ее как увидел Вырубил Да черт Как разгонять процессор? Процессор именно Или видеуху Ну процессор Ну как бы Ну а как бы Каноничный так скажем Способ Да? Я не знаю Можно ли употребить это слово Это через BIOS Как бы там есть Ну на самых дешевых материнках Этот раздел Заблокирован В BIOS Вернее как бы Даже не реализован Я бы сказал А ну типа На более норм материнках Ну даже Не топовых А ну просто Таких средних Да? Он уже обычно Разблокирован Хотя бывает Что даже на дешевых Есть Там просто То есть Частота процессора Состоит из Двух факторов Частота шины Обычно это Типа там Сто тридцать три Мегагерца Там И до двухсот Ну стандартные Вот у AMD Обычно раньше двести Было У интелла Сто тридцать три Как сейчас Не знаю Может быть Примерно так и осталось И множитель Множитель Именно процессора Да? Он Ну Как очевидно Из названия Он множит Частоту шины На себя И получается Частота процессора То есть Например У тебя Шина двести И множитель Десять Будет Два гигагерца Множитель На дешевых Процессорах Заблокирован И ты не можешь Просто взять И сделать Множитель Вместо десяти Например Одиннадцать И получить Два и два Гигагерца А на более Дорогих Процессоров Которые Обычно Специально Помечаются Как разблокированные Там Какие нибудь AMD FX По моему Помечают Нет А нет К К В названии Буква К Есть А у Интела Экстрим Версия Так же Оперативная Память Одна Тоже Берет Частоту Если не ошибаюсь Вот Ну Апдейт Меня сейчас Поправит Если я не прав Оперативная Память У нее Есть тоже Множитель Основанный На Шине Ну В смысле Общая Частота Основана На Множителе И на Шине На Множитель Он Я вот Точно Не знаю Откуда Он Берет Но Его Точно Нельзя Никогда Регулировать Видимо Он Основан На Самом Типе Что Ли Памяти И Поэтому Когда Ты Увеличиваешь Частоту Шины Чтобы Разогнать Процессор А Ну Да Кроме Множителя Если Множитель Заблокирован То Ты Можешь Разгонять Увеличивая Частоту Шины Но Это Влечет За собой И Увеличение Частоты Оперативной Памяти Из-за Этого Часто Бывает Так Что Ты Не Можешь Разогнать Процессор Потому Что Память Переразгоняется И Перестает Работать То Сам Процессор Мог бы Работать На Этой Частоте Даже Рад А Вот Память Не Может Поэтому В разгоне Память Именно В разгоне Если Ты Разгоняешь Шиной То Память Важна А Если Разгоняешь Множителем То Память Остается На Той Частоте Вот Как-то Так То 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 Допустим У тебя Память 1.6 Гигагерца И Ты Разгоняешь Проц Шиной И Она у тебя Восновывается Там 1.8 Гигагерца 2 Гигагерца Ну И Есть Предел Естественно И Там Уже Вплывают Тайминги Но Это Уже Более Глубокая Теория А Разгон Видюхи Там Много Проще Разгон Видюхи Делается Через Драйвер Прям Винде Ну Если Ты Виндоз Пользуешься Ну Обычно Винде Я Не знаю На самом Деле Есть Там Для Линукса Какие-то Для Разгона Наверняка Есть Я Не Знаю Но Винде Это Просто Прога Бывает От Производителя Например ОМД Постандартной Это Ее Проги Каталист Там Как Фьюжн Или Как его Там Там Есть Для Разгона Фичи Но Она Такая Скудненькая Есть Более Крутые Где Там Более Тонкая Настройка Ну Просто Берешь Ползунками Разгоняешь Регулируешь Питание Частоту Памяти Процессора И все И проверяешь Стабильность Естественно Следишь за Температурой Да Перед Разгоном Видюхи Желательно Разогнать Пропеллер Потому Что У меня Например Турбина 69 70 Видюха Прятер Он И Если Ее Выключить На 100% То Это Примерно Такое Же Ощущение Как В Аэропорту Стоять На Взлетно Посадочной Полосе Под Крылом Самолета При Взлете Зато Они Знают Какие Обороты Я Только Про Там Только Процент Пишет А Хотя Нет Стоп Не Только Процентов Или Процентов Нет Только Процентов Вроде Пишет Не Знаю Какие Обороты Но Но Зато 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 Если Врубить Ее На 100% То То Что Будет Шум Вообще Жесть Да Но Охлаждает Она Очень Эффективна То Есть Ну Как Шум То Да Да Но Зато Как Б На Сот Не Вообще Там Никакого Шанса Температуры Просто Нет Она Там Чуть Не До Комнаты Температуры Охлаждается С этой Турбиной Ну Водяное Это 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 Не Только Дорого Это Марокко Это Марокко Его Обслуживать Надо Это Не Так Что Водяное И Стоит Себе Годами Да Не Там Обслуживать Надо Воду Менять Чистить Есть Вроде Не Обслуживаемые Но Они Вроде Б Менее Эффективные Хотя Если Они Не Для Разгона А Просто Для Тишины То Наверное Можно И Не Обслужимое Взять Масляное Но Это Такое Тебе Что Нравится Железо В масле Уход За аквариумом Можете В помпу Рыбок Поселить В принципе А что Нет Я Никогда не Моциклами Дело Не Имел Грубо Говоря Видел Мотоцикл Только На Картинках Ну И На Дороге Моциклами 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 Да Ну Ты Издеваешься Ммм А Что Такое Я Не знаю Что Такое Мульта Блок Нет Такое Тем более Не знаю Тирала Ну Вообще Абдейт Я даже Где-то Видел Блок Питания Пассивный Ну В смысле С пассивным Охлаждением Не знаю Меня Сейчас Как бы Сильно Не волнует Этот вопрос О шуме Раньше Более Сильно волновал Потому что Я мешал Спать Включенным Компом А теперь Во-первых Я уже Самым Шумом Компа Не мешаю Спать А во-вторых У меня клавиатура Которая Шумит Так Что Никакие Кулера Не 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 заглушат Ее Ты купил Новый i7 Ты упоролся Ты серьезно Купил Новый i7 За Сколько Это Процессор Штук 20 30 Стоил Рублей Не Ну В смысле Не Если у тебя Хороший Достаток То Пожалуйста Ну Просто Это Жесть Если Честно Честно Тепер Не Тепер Тепер v Не 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 В Не Не Продолжение следует... 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 Я не очень понимаю Может быть только дизайнером Да, кто рисует Типа там графикой занимается Или моделированием занимается Привет, Рентара Ну вот, а так я Ну Это была только первая причина Вторая причина Охлаждение Ну, куда сравнить охлаждение ноутбука И нормального компьютера Ну, это смешно, да? Третья причина Апгрейд Ну, хорошо, если, допустим, у тебя нет проблем с деньгами Вообще, да? Ну, то есть ты свободен по деньгам То есть ты можешь купить игровой ноутбук А через 3 года там Или 2 года Пойти его там, отдать бабушке И купить другой игровой ноутбук Более новый, да? И никакой проблемы Ну, тогда, как бы, с апгрейдом вопрос не стоит Я не спорю Но, согласитесь, таких людей Все-таки Не большинство По крайней мере, в России Водяное охлаждение Ну, это жесть Ну, это радиатор Сзади Для воды Ну, он не очень Это что? А, сумочка Это чехол Блин, видели? Я сделал отмену прыжка в воздухе Потому что я шифт не до конца нажал Он прожился еще раз На один фрейм И тут Продолжение следует... Продолжение следует... Машину-то еще не собрался покупать... Вроде же собирался, что-то собирался... Цену? Ну, если сейчас он продается... Ну, я думаю, наверное... Двести... От 150 до 200... 99 тысяч, ты смеешься, Тор? 99 тысяч, это... Донский будет ноутбук... Привет, Зеро... В смысле, что, серьезно апдейт? Это серьезно, что ли? Че, дороже двух сотеров? Да ладно, ну... То есть, дороже... Ну, ну, короче... Ну, видимо, тысяч пять долларов, да? Да он стоит... Да... Ну, только надо учитывать, что... Помпа нужна хорошая, не от аквариума... Очень много воды... Ну, да, ноутбук за 400 тысяч это, конечно, такое... Можно... Новый мопед купить, неплохой... В смысле... В смысле... ... ... Продолжение следует... 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 Есть, но оно довольно большое. У меня мой SSD диск уже года 4, по-моему, я не помню точно. Пока еще ничего не отказало, ни одна ячейка. Ну, по крайней мере, я не ощутил. Не сигнализирует еще этот смарт. Да ладно, ну блин. Винда быстрее загружается на жестком диске, чем 10 секунд? Рассказывай больше. У меня Крусиал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что-то не прошелся этот Биг Кит за 4 часа, как мне там говорили. 4,5 часа я уже прохожу Субтитры сделал DimaTorzok Ааа, чё ж такой момент-то неприязный Ну, в статике боится не больше, чем жесткий диск Ну, не больше, чем электронная часть жесткого диска, я так полагаю Как и любая электроника Какая разница Но в отличие от жестких дисков, по крайней мере, тех, которые я видел В SSD хотя бы плата спрятана в корпус А у жестких дисков она наружу Ну, я не говорю про внешние жесткие диски Я про обычные, которые внутрь вставляются Ну, в реальности это... Это просто... Такие слова в воздух Ну, знаешь, а... А ещё ты можешь, не знаю, уронить комп И у тебя просто жесткий диск разобьётся, да? Ну, это такое В реальности как бы... В реальности как бы нету каких-то массовых случаев, чтобы у всех постоянно летели SSD-диски из-за скачков напряжения Да, ну... Такого нет Ну, я же говорю, да, а ещё есть случаи, когда ты роняешь жесткие диски, он разбивается Так что не стоит покупать жесткие диски, они разбиваются Я разгоном занят? Нет Ну, занимался когда-то И мы об этом сегодня вели разговор Но в данный момент и вообще в целом я разгоном уже не занимаюсь Ну, микрофона давно нету уже Ну, давай, удачи сдачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как бы, если хочешь свои данные, чтобы они точно не пострадали от несчастного случая Типа, когда написал скачок напряжения или ещё что-то, что-то сгорело там Просто пэкап Желательно на какой-нибудь сервер, который стоит не в этом же помещении, где комп Тогда уж точно ничего не произойдёт А, ты про это? Ну, это погоня, а не разгон Он-то бежит без разгона Ну, да, как бы Ред массив и БП Но, правда, это не спасает от, например, от пожара там, да? Тогда у тебя весь массив, как бы, выйдет из строя Но, это, да, это уже повышает сильно Надёжность данных По хранению Ну, да Я бы даже сказал не в БОШе А в Третьей Камиле Потому что БОШ это, во-первых Всё-таки не настолько сложная игра, да? А во-вторых То есть, если у тебя полетела там операционная система Или комп сломался, да? Ну, ты можешь просто эти сейбы взять, перенести на другой комп и доиграть А вот с Третьей Камиле и так уже не выйдет Там сейвы привязаны К конкретному железу И к конкретному установке винды Конкретной установке винды То есть, я переустановил винту Начинаю с Третьей Камиле сначала Что, в пожарном шкафчике? А, ну Тогда, да И пули непробиваемым Ну, мало ли что случается ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, не довлетел Ну, лоб Сказан, но век? Я такой не знаю Ну, вообще, да Вообще, да Вообще, система пассажа тушения на самом деле В доме не помешают Не важно Есть у тебя там сейвы от Боши Или от Третьей Камиле Или нету Или от чего-либо еще Документы Нет, теравон там не так Там же Те, кто Не делают Бэкапы И те, кто УЖЕ делает Вроде так Изначально Был Никакой Я не знаю Я не спец Газ по пожаротушению Я даже Честно Не знаю Чего газом Можно тушить Да То есть Есть газ Который Препятствует Горению А, ну Типа Для горения Нужен кислород А, типа Если заменить Кислород Чем-то таким Что не горит То, как бы И не Ну, и не будет гореть Да Видимо так Ну, такое вот И стало ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кого? Я хэзэк кто это? Твой оберег? Это как это? Я не знаю такое Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Да, и, ну, для тех, кто не понял, на вот этот уровень, здесь я, ну, как видите, убегаю от бибкида, и нужно просто дойти до конца, наверное, я не видел, что там дальше будет, но надо как бы, то есть он меня ограничивает по времени, так как догоняет, и мне нужно пройти через все прыжки без сохранений, как видите, тут нет никаких суток. Для хранений нужно просто добежать до конца, и, наверное, там будет конец, я не знаю, как бы, что будет в конце, я допекал вроде бы довольно далеко, но сколько до конца, я не знаю, так как я, ну, не споверил себе, что там дальше. Я только знаю, что это последнее испытание на шестом уровне. Во что можно, похоже, поиграть хардкорненько? Ну, собственно, можно боши пройти для начала. Если боши, там, не знаю, по каким-то причинам не нравятся, или надоел, там, и так далее, да, можно взять что-то попроще, там, типа, ну, какие-нибудь айваны тоже, ну, более простые. Например, I wanna find my destiny, вроде бы она полегче. Причем она от отечественного разработчика, она очень хорошая. Если совсем проще, там есть, типа, I wanna be the little runner, она вообще очень простая, я ее прошел за 30 минут. А если вы про не айваны, ну, можно в Супер Мидбой поиграть, например, хорошая тоже очень, ну, вы наверняка ее знаете, в принципе, популярная все-таки игра. Не понял, в боши не сунешься, почему? В смысле, из-за халакити, что ли? Хардкорненькая, и от которого не устаешь? Ну, это разве не взаимосвечающие параграфы? Ну, как бы, я могу сказать, что это очень хардкорненькая, и от чего жесть, как устаешь. Например, I wanna kill за камилия 3. Да хотя и даже вторая, вот, как видишь, ненормальная. Но третья, это вообще, как бы, то есть, люди третью часть, даже с опытом игры в I wanna, проходят часов по 700. А без опыта, это могут быть, наверное, и все 2000. Вторая. Как видишь, значительно проще, то есть, в принципе, я думаю, что в 150 часов я уложусь. Да, то есть, не получится играть в хардкорненькая, так, чтобы не уставать. Ну, то есть, ну, а как? Ну, разве что ты уже имеешь опыт в этой игре, тогда ты можешь ее быстро пробежать. Например, я могу пройти боши, там, за стрим, да, и не особо устать, как бы, да, Потому что я уже много раз ее проходил. Ой, да не, это... Это по поводу того, что там, ой, у меня ничего не получится в боши, там, и так далее. Если, вот, на облуде траплент, ты сильно, там, горишь, или, там, прям, есть сильное желание дропнуть, или как? Или нет, или ты просто сидишь и нормально играешь? Если второе, то легко, ну, не легко, но пройдешь боши даже на Total Average. Как бы... Все, когда играют первый раз, все играют очень плохо. Я играл очень плохо. Все, кто я видел, все играли очень плохо, когда первый раз. Все не могли пройти первого босса. Не могли пройти первый экран вначале, ну, который с ценой, стена такая ездит. Потом не могли пройти первого босса, там, или птичку, и так далее, и так далее. На Мегамэне, там, на Сонике застревали. Это у всех так. Так что, как бы, это распространенно. Я часто слышу такое, то, что говорят про себя, типа, ой, я не могу пройти... Пройти в Холоките, там, за полчаса, там, не смог пройти, да, человек. Говорит, ой, я не могу пройти первого босса, куда мне в боши играть? Ну, я проход... Я, например, в Холоките проходил больше тысячи смертей. Не помню, сколько по времени, потому что я дропнул игру на Ките. Я дропнул ее, и через два месяца только вернулся. Вот, то есть, это такое. А-а-а, чтобы глаза не уставали? Э-э-э... Ну, например, в этой игре есть только два момента, где глаза устают. Это, в принципе, один экран есть, один экран на пятом уровне, и один босс в Босс Раша. Но, если что, ты можешь поставить черно-белый цвет на мониторе, или сочность поменьше и нормально тогда. Вот, но это как бы мало. В основном тут ничего такого нету в Рвиглазного. Ну, вроде бы, по крайней мере, для меня не было такого ничего. Привет, Укеоник. Хеллоу Китти, это первый босс в Айвана Безобоши. Но, ну, как бы, этот вот, кто-то, Enter Limit, да, ты говоришь, да, что-то хардкорненькое, и я тебе сказал про эту игру. На самом деле, я тебе крайне не рекомендую, ну, просто так пойти и проходить эту игру, потому что это может быть слишком жестко. Без опыта игр, игры в подобные игры, извините за эту автологию, да, это может быть очень больно. Это может быть очень больно. Намного больнее, чем мне, потому что я, перед тем, как проходить эту игру, все-таки имел опыт уже игр в подобные... Опыт прохождения подобных игр. Поэтому мне было уже не так сложно. Но без опыта это будет адское. Ну, здесь нету кислот, там, прям, эпилептических сменов цветов. Кроме, кроме двух моментов. Один есть уровень с, эээ, таким неприятно ярким зеленым цветом. Ну, один экран, один экран. Правда, он сложный, поэтому, вряд ли, ты его быстро пройдешь. Ну, я говорю, ну, можно поставить там монитор на каком-нибудь цветности, да, не сильно. И один босс есть, где меняются цвета. Желтый, красный, синий и фиолетовый. В рандомном порядке. И эти цвета очень сочные, поэтому, да, это... Ну, это бьет по глазам, но, опять же, как бы, можно это, ну, настройками монитора это избежать. Но это вот только два, принципе, момента. А так, ну, вот здесь ты видишь какое-то... Что-то для глаз неприятно, а я, например, не вижу. По-моему, все нормально. Ну, нет, ну, если хочешь, поиграй, вот, его на килл за камиле 2. Но тебя займет это... Ну, то есть, как бы, не думаю, что будет легко. Ну, то есть, если тебя не отталкивает, то, что ты можешь на одном сейве, ну, то есть, на одном участке экрана, там, да, или на одном боссе просидеть... больше часа, там, да, а на боссах больше десяти часов, может быть, даже больше двадцати часов. Если тебя это не пугает, то... Пожалуйста. Если тебе это кажется, что это мало, то можешь попробовать его на килл за камиле 3. Она сделана куда более качественно, чем вторая. Ну, очень-очень-очень хорошо сделана игра. Но у нее сложность вообще зашкаливает. Там ты можешь просто не пройти даже первый уровень до босса. Ну, точнее, будешь проходить часов... Я не знаю. Вон, Just Observer, если ты тут. Сколько у тебя заняло проходить до босса... Первый уровень... Первый раз, когда ты проходил... Час... Сколько? Часов восемьдесят, да? Или сколько там? Сейчас я прочитаю, что вы написали. Сейчас умру. Вот так. Осу минут пять играл. Минут пять в Осу играл. Или десять. А, Under Limit, это стример? Если да, то я бы глянул на это. А, вот шестьдесят. Вот Just Observer, он проходил только боши. Правда, проходил боши даже на рейпе. Но после этого он не играл ни в какие другие айваны. И вот он первый уровень вебина килл за камиле 3. В третьей. Вот это вторая, а там третья, да? Вот в третьей он проходил шестьдесят часов до первого босса. Шестьдесят часов. Так что, ну, если тебе такое норм, то, в принципе, я третью даже больше советую, чем вторую. Но вторая тоже классная. Мне нравится вторая. Но в третьей вообще нету эпилептических каких-то моментов вроде бы. Я не помню. Нема не припомню. Каких-то ворвиглазных боссов. Или вроде ничего такого нету. Ну, я думаю, что, да, все-таки со второй начать, это более адекватное решение. Потому что начать в третьей, это как бы, ну, не знаю. А, вдруг кто-то узнает, что ты играешь в третью камилию. Санитаров вызовет. А, ну, то есть... Понятно. То есть, каналы нету, на которые можно зайти. Посмотреть. В принципе... Ну, хотя нет. Вначале я хотел сказать, что можешь пройти еще его на килл за камилию один. Типа, она довольно простая. Ты ее пройдешь там... Часов за 10, наверное. Может, за 15. Но она очень некачественно сделана. Ну, то есть... Ну, она откровенно... Откровенно плохая. Но... Конечно, там есть прикольные моменты. Скажем так, последние три босса, в принципе... Норм. Но, конечно... Ну, типа, я думал, она для набора опыта может там, типа, пройти. Типа, для канона, там, на фэзы. Но... Она может отпугнуть тем, что, типа... Ну, не очень качественно сделана. Но она была первая в своем жанре. В жанре... Мидли, так называемая. Смесь. По поводу Find My Destiny... Я знаю эту игру. Да, видел, что ее начали спидранить. Многие... Хотя ее и раньше спидранили. Но сейчас, типа, как-то... Не знаю. Ну, так, видимо, совпало, что начали спидранить. Опять ее массово довольно... Я не проходил ее. Возможно, буду проходить. Хорошая игра. А, а, я... Я краем глаза прочитал. Мне показалось, ты написал стримишь. Но, типа, только для друзей мне показалось. Типа, что какой-то канал, что ли, ну, закрытый или типа того. А, я неправильно прочитал. А, ты имеешь в виду, что у тебя канал есть, нормально, на Твиче. Просто ты, типа, там... Ну, не знаю. Ну, короче. Чуть-чуть, что-то ты там говоришь, типа, for fun. Ну, в принципе, любой стример стоит for fun. Привет, Сава. Как дела? Ну, то есть, ну, ты камилию тогда будешь проходить, получается, на стрим. А осу, ну, такое. Я, ну, не знаю, как бы... Редко осу смотрю. А ты, типа, в осу хорошо, да, играешь? Наконец-то пятница. Не знаю. Пятница, пятница для меня. А, что-то там у тебя... А, у тебя учеба. Что, загруженность высокая, что ли? Привет, Шипуп. Ну, как? Сегодня прогресса не было. ТПВ. Теория большого взрыва, что ли? Я не смотрел. В третий раз. Вол. А, чем именно она офигенно? А, чем именно она офигенно? Теория большого взрыва, что ли? Она офигенное. И, М Sunцоп? Тетий раз. Да блин, что-то я не знаю, сегодня не прёт, сегодня не прёт. Один раз я только маленькие шипики сегодня прошёл. Или два, два, два раза. Нет, ну по сути все шипики маленькие, я один раз только прошёл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, вы видели это? Ну, мммм, глупая такая смерть жесть. Читомэта? Фух, нет. Какой нафиг читомэн? Ты о чём вообще? У меня тут Камилия. Не, восьмомер на рейпе не прошёл. Я ещё пытался пройти, были попытки, пока так и не прошёл. Но у меня новая клавиатура сейчас. Надо на ней переучиваться в Боши играть. У меня механическая теперь клавиатура. Совсем другие ощущения от игры. Особенно в Боши. Ну, если восьмой мир на рейпе я ещё буду пытаться проходить, то вот насчёт читомэна, чё-то мне, чё-то, честно, не хочется. Может быть, там, с двойным уроном из Дарак Боша его, может быть, убью, там. Или за Соника даже. Может быть. Если буду делать стопроцентный забег к Боши. То, вот, по поводу убить его без бака на пульке и за обычного Боши, вообще чё-то мне охота. Он того не стоит. То есть, вот, когда, вот, там, Картофель и Пророк его проходили, да, то у меня было какое-то небольшое желание в него играть, потому что, ну, как-то, вот, на этой волне, то, что, вот, все проходят, да, и как-то было интересно. Потом они прошли, я один остался с этим читомэном, и всё, желание пропало, чё-то мне охота. Продолжение следует... Да ладно. Это рекорд, это, это, короче, я до сюда не доходил. Раньше, самая максимальная моя попытка была, я вот об этот шип умирал. А сейчас прогресс, я вот об этот шип умер. Блин, ну, нафиг я так слился-то. Я понимаю, если бы я умер вот на этом прыжке, вон, какой-то неприятный, очень неприятный прыжок. Ну, блин, на этом... Ну, слушайте, прогресс, хотя бы какой-то, уже радует. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ой, что-то я сейчас еле-еле допрыгнул Ну, неплохо, что я хотя бы до сюда дохожу Так он же не стримит Но если я научился прыгать через микрошипы, то это хорошо Значит, значит, сейчас прогресс попрет Субтитры сделал DimaTorzok Что я сделал DimaTorzok Привет, что я сделал DimaTorzok Привет, НайТрики Нормальный DimaTorzok Нормальный DimaTorzok Нормальный DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Ну, мммм Опять на начале начал умирать Да ладно, ну Это вообще не серьезно Это вообще не серьезно Это вообще не серьезно Нифига себе Серьезно М-прыжок Вот тут я и офигел Вот тут я и офигел Нет, ну в Гейнстории Это и называется М-прыжок Видишь там типа как буква М получается Клаве привык? Да, в принципе В Айванах, да Че серьезно пойти потренить что-ли? Добавил субтитры Ну, хз, нет Лучше б я играл в такие игры, чем штырился Ну, я и играю лучше в такие игры То есть, все нормально Привет, картофель М Ладно, не важно А, в смысле, я понял Почему сейв, блин Я кривой же тул запустил Блин, а же тул 1.0 я уже удалил Ну, давайте рмж откроем Ну, изи прыжок Для того, чтобы его делать с первой попытки В гейнсторе Ты уверен? Ты его сможешь сделать в непонятной ситуации С первой попытки такой прыжок? Ну, а надо с первой Надо с первой Иначе идешь от начала Как его поставить-то в любое место? Тут сетка, по-моему Ну, а надо сетка, по-моему Сетка, по-моему Спасибо Привет, Данил Да, интуитивно понятный интерфейс Нет, я возьму плохой лайн Ну, не важно Все Откуда мы там прыгаем? Давайте так Надо же, надо больше предпридать Реализма Мы там находимся в непонятной ситуации Реализма Да Как видишь, я дошел А, ты не видишь Вот Привет, Сильвер Блин Ну, а как из... Не, одно сколлинг экрана Это фигня Это не особо мешает В принципе Не, вообще-то мешает, но Я все равно не могу Воспроизвести тут Блин Данил Ну, я же просил Не говори Сколько до конца Ну, не надо Я, например, надеялся, что это вообще последний прыжок И потом все, выход Не, хрен знает Ну, все Потренено Потренено Или не Потренено А, это? Ну, да Оно Как бы Но Я не знаю Но оно как бы просто Это была не гифка Это вот Сейчас Где-то у меня оно есть Вот оно Ну, то есть Оно зеленое, да Но на самом деле Типа Я делал Ключевой цвет Так И потом нажимал По-моему F8 Что-то хреново Потренит Оно не идеально работает Поскольку яблочки появляются рандомно И в итоге Ну, иногда все-таки бывает Задевает яблоки То есть Это же, типа Он сам прыгает И сам ходит В зависимости от того Где яблоки Ну, я могу скинуть В принципе Мне не сложно Да, если честно Не планировал Особо дорабатывать Как-то Сейчас уже На СК-2 Че платные подписки Вообще убрали Я не знаю Ну, просто Как бы Еще надо его запускать Каждый раз Только че-то ОБС хреново Цвет зеленый убирал Видели там Окантовка была зеленая А в эксприте Идеально убирал Вообще не было Ничего лишнего Ну, вроде вот Получается Я не знаю Ну, на удачу Короче Нет Она не будет Столько времени Подмигрывать Вот так подошел Фига И все И свободен Ах Да, да, да Играет музыка. Так вот, по поводу черей там типа скинуть-то где ж тебе надо, ну я хз, а куда, куда скинуть-то? Играет музыка. Играет музыка. Надо было хоть раз об этот гейт умереть сегодня. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Двойными? Да не. Не, я не видел, как за адрес второй камелию проходил. Ну я знаю, что он ее прошел давно. Так и еще четыре других человека. Ну вообще на стрим, я так понимаю, на стрим прошло эту игру из русскоязычных, я имею ввиду. Всего два человека. Это Затрос и вот недавно Шупвук. Именно на стрим. Потому что Алмурад вроде не на стрим проходил. Еще один есть человек, который даже, по-моему, на твиче не зарегал. Он вообще... Ну вот... А, не, Декстер, Декстер же, лол. Декстер на стрим проходил. Вот, значит три получается. И сейчас и Генлаж, еще и Эррот Бигай на последнем боссе сидят. Корректор.Кулакова Ну, я надеюсь, буду в десятке. То есть сейчас разыгрываются шестое, седьмое и восьмое место. Ну, это так. Я, конечно, про места шучу. Просто я имею ввиду, кто каким по счету из русскоязычных пройдет К2. Ну, я в одно из этих трех мест займу. Но я пока сейчас дальше всех от конца. Ну, я и начал, потому что позже всех. Позже, в смысле, всех из этой троицы. Позже. 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 Ну, я и восьмое. Позже. А по поводу третьей камели, по сути, Декстер единственный, кто третью камели, проходит полностью на стрим, сейчас он в конце третьего уровня, ну не совсем еще в конце, больше половины вроде прошел. Ну я видел, он на втором синим экране. А, он прошел, да, этот синий экран второй? А, и даже хоп-энд-офф первый прошел уже? Не плохо. Ой, че-то не идет, че-то не идет. Блядь, перестала удача улыбаться. Че я умираю-то на какой-то ерунде? Ну, это хоп-энд-офф. Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я вот буду Переустанавливать десятку У себя на компе, но Это по другим Немножко причинам Немножко причинам Может потому, что у меня пиратка была Хотя, не думаю Не, так ладно, все только у меня Это же не только у меня Ну тут еще зависит от того Насколько ты был изначально Опытным пользователем вообще компьютера Когда ты Познакомился с XP Ну, я как бы Начинал с XP И понятно, что Я вообще был Ни с чем там не знаком Когда Начинал пользоваться Поэтому Засорялось все И ломалось очень быстро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну, блин, ну Можно Можно Ну, только Выключенный Лучше А то Статический Разряд Может быть Я По интернету Начал пользоваться Раньше, чем Компьютером С телефона Сидел У меня был Там Сименс Вначале А60 Потом С60 Потом Более Старшая Модель Я Пользовался На нем GPS Интернетом А только Потом У меня появился Первый Компьютер Что-то Мне кажется Что сегодня Уже Ничего Хорошего Из Беккида Не выйдет Честно Протерял Я Свой Шанс Когда Нужно Было Тащить Что-то Даже И захостить Особо И некого Ну ладно Наверное Все Заканчивать Будем На этом Ну потому Что-то Я не знаю Уже Как-то Чувствую Усталость Конечно Я Может Что-то Еще Поиграл Но Тут Такое Пойду Лучше Воды Склеивать И выкладывать Чтобы Поскорее Вам Запилить Плеер Ютуба Так что Все Давайте На этом Стрим Заканчивается Всем пока Завтра У нас День Спидранов А Камиля Будет Продолжена Ну Скорее всего В понедельник Как обычно А в воскресенье Надеюсь На этот раз Не будет Никаких Планов И Будем Заканчивать Винксуфи Все Всем пока Субтитры Субтитры